Это не случайно мероприятие, это не просто очередная научная площадка. Надо сказать, что именно с этого года в высшей школе государственного администрирования специалисты в области Government Relations, те, кто интересуется профессиональным наставивным интересам в органах государственной власти, именно в этой школе могут получить MBA по Government Relations. Я должен сказать, что для формирующейся отрасли Government Relations это большой шаг вперед. И мне особо приятно представить вам первого заместителя директора высшей школы государственного администрирования Еремина Владимировича, который начнет сегодняшнюю нашу работу. Я передаю ему слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, я очень рад вас принимать сегодня в этом прекрасном здании, вообще в Московском университете, который является и по сей день вузом номер один. Хочу сказать, что только что буквально я прибыл из Киева, и в Киеве все с удовольствием повторяют и подчеркивают, что МГУ как вуз так и остается ведущим первым вузом во всех странах СНГ. Это действительно было очень приятно слышать. И мы рады принимать вас сегодня здесь, учитывая особенно тот контекст, что мы открыли новое направление в своей деятельности, а именно это тема, она такая широкая взаимоотношение бизнеса и власти. Открыли профессиональную программу, первую и единственную программу по связям с органами государственной власти. Тема, которая сегодня волнует всех, причем на первый взгляд кажется, что это волнует только бизнес, только представители бизнеса. Хочу вас заверить, что мы получили очень серьезную поддержку правительства Российской Федерации и администрации президента Российской Федерации, которые также заинтересованы в подготовке таких специалистов. Причем, учитывая, что сегодня эта тема идет по пути профессионализации, особенно отрадно то, что подготовлен такой серьезный доклад, серьезный отчет. И будем надеяться, что это первая, но не последняя наша встреча здесь. Надеемся, что будут другие инициативы, другие доклады. Знаете, что двери этой школы, так же, как и двери МГУ, всегда открыты для вас. У нас есть и другие программы, другие конференции проходят. Поэтому всегда добро пожаловать, следите за сами, следите за событиями. Я вам желаю успешной работы и еще раз хочу сказать добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Дальше я расскажу, каким образом он построил свою работу. С презентацией выступит автор исследования Евгений Маккортов. Это аналитик Центра по изучению проблемой взаимодействия бизнеса и власти. Это первая часть будет сегодняшнего мероприятия. И на второй части мероприятия выступит представитель администрации города Липецка Соколов Александр Сергеевич, который рассказывает про то, каким образом в этой области постраиваются отношения с органами государственной власти, выступит со своей презентацией по особо-экономической зоне, зоне Липецкого области. Вот таким образом мы построим работу. Я хотел бы начать с того, что, конечно, исследование, которое было проведено под руководством Евгения Маккортова для современной научной практики, оно уникальное. Потому что до этого ученые в большей степени рассматривали лоббизм и представляли свои работы прежде всего на федеральном уровне. Рассматривался лоббизм в парламенте, не более, скажем так, исследованные областями на этом органе государственной власти. Ну, понятно, почему. Прежде всего, благодаря своей открытости в Государственной Думе Совета Федерации наиболее открытые государственные институты и смотреть, каким образом группы интересов воздействуют на сотрудников аппарата Государственной Думы Совета Федерации, на депутатов государственного, каким образом там принимаются решения, наиболее просто. Региональных проектов мне не попадалось на глаза. Есть, конечно, отдельные диссертации, кандидатские, защищенные, но в данном случае рассматривался лоббизм на конкретном субъекте федерации, откуда, где, видимо, жил и работал диссертант. Но комплексным исследованием по каким-то лоббизмам в регионах Центрального федерального округа, это, конечно, большой вклад и достижение. К тому же надо учесть то, что это исследование проходило на протяжении 6 месяцев. Сотрудники рабочей группы выезжали в каждую из областей, и было оброшено более 200 экспертов. Более 200 экспертов, как представители администрации областей, представители бизнеса, общественного сектора. Надо отдать должное, в данном случае, фонду, государственное клуб, который спонсировал эту достаточно кропотливую деятельность. С завтрашнего дня на сайте лоббин-крук журнала «Алобизм и Гарвард Релейшнс» вы можете скачать это исследование и ознакомиться более подробно и детально с его результатами. Я больше не буду занимать Ваше время и придаю слово руководителю рабочей группы, который провел, собственно говоря, эту работу, аналитику Центра по изучению проблем задействия бизнеса и власти, Евгению Махмуртову. Спасибо. Спасибо. Павел. Павел Толстых для меня практически все мое скупление рассказал, которое я не собирался Вам рассказать. Поэтому начнем сразу с делами. Исследование задумывалось как такой некоторый ответ на негатив, который сейчас царит в личной дискурсе. А негатив какого рода? Сейчас принято думать, что лоббизм – это в большинстве своем, это коррупция, это корридорные связи, это взятки и так далее. Особенно это мнение распространено на региональном уровне. Соответственно, наше исследование – это было как некий ответ в адрес этих критиков. Мы взяли за цель исследование тех позитивных изменений, которые происходят, которые уже достаточно количество времени происходили в регионах ЦФО, именно изменения в отношении бизнеса и власти в регионах ЦФО. Соответственно, от этой цели мы формулировали задачи. Соответственно, задачи стояли следующие. Это определение основных объектов, субъектов, предметов и технологий цивилизованного или, короче говоря, институционализированного, лоббизма региона ЦФО. Соответственно, на основе данных целей, задач, мы планировали составить некую общую картину по ЦФО и по возможности выделить особенности каждого из регионов ЦФО именно в плане взаимоотношений и бизнес-сервисов. Начнем, как всегда, со стандартной части – это теоретика, металлогические основы исследования. Как я уже говорил, мы понимали лоббизм при проведении нашего исследования как некое институционализированное явление. Отсюда и формировался наш подход ко всей работе. Но мы в своей работе, в том числе, не упускали из виду различного рода теневых коррупционных форм лоббиргий. Просто мы на них не делали основной акцент, так как акцент на них до нас уже много раз был сделан. Соответственно, методы исследования – это глубинное экспертное интервью, которое, как Павел уже говорил, проводилось среди чиновников, депутатов, представителей бизнеса, как представителей отрасли, ассоциаций частных предпринимателей и менеджеров. И третья группа респондентов, которую мы опрашивали – это экспертное сообщение. Сюда мы включили представителей НКО, представителей академической элиты и опера, политологов и журналистов. Далее, следующий метод – это включённые наблюдения в каждом исследовании болевом. Всю информацию невозможно охватить за счёт чисто каких-то, скажем так, формальных методов исследования. Большое количество информации мы почерпнули из каких-то кулуарных, из каких-то, скажем, теневых источников. То есть, лично разговаривая с участниками лоббистского процесса, и получая от них некоторую информацию. Потому что, понятное дело, что из формальных источников или подзаписи технофона зачастую получить именно правдивую информацию не удаётся. Следующий метод – это анализ текстов публикации и печатных электронных специй региональных. Ну, тут всё понятно. Про группу респондентов я уже сказал. Далее, эмпирической базой исследования послужили данные, которые были получены в результате интервьюирования экспертов, информационных ресурсов из сети интернет, сайта администрации регионов, которые были посвящены данной теме. Перейдём непосредственно к самому исследованию. Одна из задач, как я уже говорил, это выделение ключевых объектов лоббистского воздействия в регионах Центрального Федерального Нового. Соответственно, на уровне исполнительной власти мы проанализировали те на тот предмет лоббизма, который наиболее часто встречается в регионах ЦИФО, и сравнили с компетенцией органов государственной власти региональных. И посредством наложения мы выделили те органы государственной власти, которые больше всего подвержены лоббистскому воздействию. К таковому мы отнесли следующие органы. Это региональные энергетические комиссии, которые достаточно плодают большими полномочиями, они определяют тарифы на перевозку пассажиров на электроэнергию. Соответственно, лоббисты заинтересованы в том, чтобы продавливать повышение всей тарифной системы для получения высших денег для себя. Не секрет, что со стартом национального проекта «Доступное жилье» в 2006 году бурно развивается в России, начало развиваться строительство. Соответственно, в связи с этим активизировался и строительное лобби, которое зачастую действует не вполне легальными методами. Как в докладе примера Приволица, допустим, в той же Липецкой области одна из строительных компаний продавила выдачу лицензий на заведение жилья в заповедной зоне. Традиционно сильна роль как объекта блокирования ведомств, которые проводят приватизационные конкурсы фонда федерального имущества, ведомства, отвечающие за госзаказ и осуществляющие контрольные счетные функции. С помощью последних, в частности, происходит захват предприятий, достаточно часто встречающихся, которые объясняют активность лоббистов в этих органах власти. Соответственно, на законодательном уровне тут, в принципе, все стандартно, как на федеральном уровне. Здесь никакой особой специфики нет. Соответственно, ключевые точки доступа на уровне местных законодательных собраний — это руководители фракций. В большинстве случаев, естественно, это руководители фракций Единой России. Но в ряде регионов Единой России меньше представлены в правонте, поэтому тут уже более разнообразный рисунок лоббистской деятельности. И, соответственно, управление секретариатом и организационное управление законодательных собраний, которые, собственно, и обеспечивают функционирование законодательных собраний. И, соответственно, взаимодействие с этими людьми, с аппаратчиками парламентов местных, оно способно ускорять или, наоборот, замедлять принятие технических народных инициатив. Далее еще одним объектом лоббизма мы выделим аппарат полномочных представителей президента РФ и институт федеральных инспекторов. На самом деле аппараты полпредов и федеральных инспекторов обладают, по крайней мере сейчас, не знаю, что будет в мае, колоссальными полномочиями. Они могут оказывать давление на практически всю региональную политическую номенклатуру. И, соответственно, если ты имеешь возможность каким-либо образом взаимодействовать с этими людьми, то ты получаешь довольно сильный рычаг давления на региональных чиновников. Это что касается объектов воздействия, соответственно, субъектов лоббистской деятельности регионных ЦФО. Мы выделили следующие субъекты. Это отраслевые ассоциации, которые в большинстве случаев объединяют малый бизнес региональный. Так как крупный бизнес и средний, он в большинстве случаев включен в федеральные финансовые и промышленные группы. И поэтому он участвует в лоббистской жизни региона поскольку-поскольку. Малый бизнес, он меньше по масштабу, поэтому больше завязан на регионных чиновников, на регионную власть, поэтому он вынужден более активно действовать в регионах. Соответственно, в силу этих масштабов, он не имеет, за редким исключением, таких широких возможностей для представительства своих интересов, как средний и крупный бизнес. Поэтому выход для малого бизнеса был найден. Это объединение различного рода отраслевые ассоциации или более отраслевые, или более отраслевые ассоциации. Соответственно, респонденты высказывали достаточно противоречивые мнения по поводу эффективности этих ассоциаций. Некоторые говорили, что лидеры этих ассоциаций имеют хорошее отношение с губернатором, и в принципе ассоциация, как лоббистский инструмент бизнеса, она не особо эффективна. Некоторые говорили о том, что ассоциации создаются только под определенным проблемам, и поэтому бизнес консолидируется до тех пор, пока эта проблема стоит в офисе. Как только проблема разрешается, бизнес возвращается, если можно так сказать, к грязни друг другу. Но были и мнения положительные. Некоторые респонденты говорили о том, что отраслевые ассоциации — это будущее собственного лоббизма, это один из самых эффективных институтов взаимодействия бизнеса и власти. Но, опять же, стоит отметить, что ассоциации в разных регионах разные, и лидеры в этих ассоциациях тоже разные. И стоит особо подчеркнуть, что именно роль лидера в ассоциации играет достаточно большую роль. Я могу привести много примеров, когда именно инициатива главы отраслевого объединения позволяла большому количеству бизнеса решать стоящие проблемы перед ним. А пассивность лидера ассоциации не позволила решать соответствующие проблемы. По поводу ассоциаций также стоит отметить роль торговой промышленной палаты, которая помимо остальных ассоциаций обладает собственным законом 1993 года, который фактически закрепляет эту ассоциацию как лоббиску. Среди факторов, которые показывают то, что ДПП – наиболее сильный инструмент лоббизма в регионах ЦИФО, тот факт, что, как я уже говорил, она рано организовалась, в отличие от РСПП, опоры в виде деловой России. Соответственно, она имела возможность достаточно на ранних этапах объединить бизнес в ЦИФО и, соответственно, выстраивать уже конструктивные или неконструктивные отношения с властью. Следующий субъект лоббиской деятельности в регионах ЦИФО – это местные холдинги. Местные холдинги обладают достаточно сильным ресурсом влияния, так как зачастую лидеры этих местных холдингов являются депутатами местных законодательных собраний и имеют возможность прямого влияния на принимаемую властью решений. И тот статус местного холдинга позволяет работать именно в этом регионе, не отвлекаясь на какие-то другие проблемы. Соответственно, местные холдинги наиболее заинтересованы именно работать в этом регионе, и, соответственно, все их усилия сконцентрированы на работе в этом регионе, и они вынуждены работать эффективно в этом регионе, в отличие от тех же компаний, предприятий, которые встроены в федеральные филоспромышленные группы. Зачастую местные холдинги обладают самими собственными средствами массовой информации, что также позволяет им оказывать давление на власть. А в период выборов они могут проявлять некую лояльность к власти и, соответственно, предоставлять свои ресурсы для тех людей, которые поддерживаются властью, таким образом проявлять некую лояльность. Соответственно, это тоже из эффективных инструментов лоббизма. Далее, отдельные крупные производственные предприятия, которые остались после поспорта Советского Союза и не встроены в финансово-промышленные группы. Их деятельность лоббистская достаточно пассивна, и, в принципе, как активному субъекту лоббизма мы их не выделяли, но вне сетям такой субъект лоббизма в ЦФУ имеется. Далее, корпорации федерального уровня. Наиболее активными игроками федерального уровня являются, на наш взгляд, РАОЕС и РЖД. Так как регион ЦФУ не обладает большими запасами минерального сырья, и, соответственно, крупные наши компании федеральные, они достаточно ограничены, представлены в регионах. Поэтому среди основных таких лоббистов, субъектов лоббизма, в регионах ЦФУ представлены ГЕЖД РАОЕС и РЖД. В своем докладе я описывал те основные моменты, тот основной предмет лоббирования, который актуален для РАОЕС и РЖД. Соответственно, я не могу сказать быстро об РЖД. РЖД — это, по большому счету, компания, которая работает вы так себе за счет того, что большое количество пассажиров пользуется льготами, и, соответственно, у федеральных властей, которые должны гасить из своего бюджета вот эту недосдачу, возникает долг перед РЖД. Причем этот долг в России достигает примерно более 1 миллиарда рублей в год. Соответственно, здесь именно поэтому между РЖД и местными властями завязывается сотрудничество. Соответственно, компания выбивает более выходные условия для себя. Так, в частности, РЖД просит власть передать ей электросети, которые обслуживают ее подвижный состав, либо отреставрировать вокзалы. В общем, примерно вот так все становится. Далее. Русская Православная Церковь. Это, конечно, вопрос дискуссионный, является ли РПЦ субъектом лоббизма. Однако мы пришли к тому выводу, что является. Но и предмет лоббизма РПЦ достаточно специфичен, а в третьих случаев и банально. Естественно, это выбивание дотаций для строительства церквей, для возведения церквей. Это могут быть и какие-то социальные проблемы, допустим, за счет местных бюджетов приютов или детских садов. Это могут быть и такие, скажем, не экономические, что ли, интересы совсем. То есть это возвращение из одного города в другой иконы. То есть тут на самом деле тоже очень серьезные ситуации возникают, серьезные столкновения. Это не все так просто договориться с властями другого города, допустим, другого региона, чтобы они вернули им иконы. Соответственно, как я уже говорил, достаточно различный предмет лоббирования РПЦ. И последний субъект лоббистской деятельности в регионах ЦФО – это субъект общественно-политического лоббизма. Среди основных акторов общественно-политического лоббизма я бы отметил общественную палату, в которой нет представительства в регионах ЦФО. Да, можно скептически относиться к общественной палате как к лоббизму, но, однако, мы встречали примеры, когда общественная палата выступала вместо законодательных собраний и продавливала выделение льгот для льготных категорий граждан, выделение финансирования для льготных категорий граждан. Соответственно, общественная палата тоже будет считать как субъект лоббирования. Далее. Технологии лоббирования в регионах ЦФО. На самом деле, технологии лоббирования в ЦФО не сильно отличаются от технологий лоббирования на уровне федеральной власти. Соответственно, я быстро перечислю их. Это отчинять, в принципе, не нужно, потому что мы все это видим на уровне федерации. Это выступление в профильных комитетах представительного органа. Это составление законопроекта о внесениях и обсуждения в парламент. Городской слойбинг, совместная разработка бизнесом и властью программ развития регионов, где бизнес может каким-либо образом позиционировать свой интерес и, соответственно, влиять на распределение финансового потока. Далее. Организация круглых столов и столов обсуждения наушных практических конференций. Следующее. Представление экспертной информации чиновникам институтата. Следующее. Внедрение генетов влияния в органы госвластия, где наибольших успехов добился, на наш взгляд, новолепский медкомбинат, которому принадлежит практический завод регион. Далее. Это взносовозбирательные фонды и применение пиар-технологий. Одна из задач исследований заключалась в том, чтобы выделить основные этапы основания института лоббизма в регионах ЦКО. Мы выделили следующий этап. Первое. Это этап. 1991-1995 год. Расцвет криминального лобби. И криминальный лоббизм, соответствующий подавляющее распространение, получает разного рода коррупционные схемы взаимодействия бизнеса и власти. Далее. 1995-2004 год. Это образование бизнес-ассоциаций, такое активное образование. Далее. Отмена выборности губернаторов, что внесло свою лепту в изменение системы лоббирования на уровне региона. Следующее. Это формирование крупных региональных федеральных холдингов, которые каким-либо образом также начинают обозначить свой интерес к людям. И формирование преимущественно корпоративной модели лоббирования. Следующий этап. 2004-й по наше время. Это осознание бизнесом и властью необходимости в институционализации каналов взаимоотношений бизнеса и власти. Соответственно, под это совершенствуется правовая среда, проводятся различные просветительские мероприятия, такие как наши, которые, собственно, выводят лоббизм из тени. На этом же этапе мы наблюдаем консультацию мелкого и среднего бизнеса, в отраслевой ассоциации и попытка, но я в нее не верю, честно говоря, создания юралистической модели предсоциалистов интересов. Я думаю, что все-таки корпоративная модель будет доминировать еще долгое время. Мы выделили следующую проблему в становлении институционализма в регионах ЦИФО. Первое – это отсутствие опыта построения конструктивного диалога со стороны власти, как со стороны власти, так и со стороны бизнеса. То есть такой опыт все-таки нарабатывается, но 15 лет новой российской истории – это достаточно небольшой промежуток времени. И наладить какие-либо долгосрочные устойчивые связи между бизнесом и властью, которые бы способствовали модернизации регионов, региональной экономики и политической системы, не удается до сих пор. Это небольшое количество бизнес-ассоциаций. В докладе, в приложении вы можете посмотреть, какие наиболее активные бизнес-ассоциации встречаются в регионах ЦИФО. Далее – это сложившийся негатив изобретения самого терминологизма. Следующее, в принципе, это одно и то же – это низкие права политической предпринимательской культуры населения. Как говорил один наш коллега из холдинга «Алтима», в нашей стране и в странах Востока 90% людей уверены в том, что жить с помощью взятых – это нормально, и они так привыкли делать, и в этом нет ничего особенного. И последняя проблема – это отсутствие закона о регулировании лоббистской деятельности, который, возможно, не решал всех проблем, не регламентировав все отношения бизнеса и власти, как, собственно, ни один закон не регламентировал всю сферу, которую он призван регламентировать. Но, на мой взгляд, возможно, он бы смог оттянуть все-таки на себя часть коррупционных средств, которые сейчас крутятся в регионах. Моя часть подошла к концу. Спасибо за интересный доклад. Слушая, ты перечислял основные субъекты лоббирования, основные объекты лоббирования на региональном уровне, я сразу вспоминал свой практический опыт консультирования в регионах. И надо сказать, что тот практический опыт, который у меня был, как-то так системно выстроил. Сейчас я передаю слово следующему докладчику. Это Роман Майоров, также один из авторов исследования, человек, который входил в рабочую группу под руководством Евгения Махоркова. Я думаю, мы дадим ему слово сейчас возможность уступить, а потом будут вопросы. То есть, может быть, авторам исследования задать вам вопросы. Роман. Здравствуйте, коллеги. Итак, я освещу вторую часть нашего исследования, которая посвящена такому как подведению итогов, объявления общих закономерностей как в отношении отдельных регионов, так и в отношении ЦФО в целом. Для начала остановлюсь на специфике ЦФО как макрорегиона. Он был выбран, наверное, не случайно, потому что это достаточно редкий случай, когда регион однороден. Это области, которые исторически долгое время развивались вместе. Это именно области, то есть мы не встречаем национальных республик, что также специфически влияет на построение имамбийских моделей тоже. Итак, ЦФО представляет себе регион с традиционно высокой концентрацией населения и, соответственно, представляет собой ряд рынков сбыта важнейших для целого ряда компаний. С другой стороны, на территории ЦФО не расположено крупных месторождений, поэтому крупные компании, которые занимаются, например, нефтедоргующие, собственно, компании, которые в первую очередь приходят на ум при условии лоббизма, Эти компании не ведут там активно свою деятельность, но, несомненно, имеют там свои интересы в силу того, что, например, ЦФО географически представляет собой коридор между регионами добывающими и зарубежными. Ну и это также связано со спецификой, наверное, с природой, с географической. На территории ЦФО преобладают ограниченный ряд отраслей российской промышленности. Это машиностроение, химическая промышленность, лес, производство стройматериалов и так далее. Встречаются и достаточно депрессивные регионы, которые в 90-е годы, может быть, утратили свой производственный потенциал. И на территории этих регионов, как и на территории ЦФО в целом, особое значение играет торговля, поскольку она требует меньших вложений, дает более быструю отдачу и позволяет в прошлом незначительному игроку развернуть существенную деятельность и потом конвертировать свои доходы в какие-то политические позиции или инвестировать в новый вид бизнеса. Что касается отдельных регионов, не буду пересчитать все, постараюсь бы повторять то, что уже прозвучало в части доклада «Игения». Важно то, что действительно мы столкнулись с большим разнообразием моделей. Фактически каждый регион при большом скорости стартовых условиях представляет собой уникальную модель, которая складывалась исторически, и большое влияние здесь действительно принадлежит личности. С одной стороны, безусловно, личностям лидеров предпринимательского сообщества, с другой стороны, несомненно, личностям лидеров, каждого конкретного региона. Белгородская область является для нас достаточно интересным регионом, потому что там мы встречали случаи, которые фактически являются уникальными, которые повторяются лишь в единичных случаях других субъектов. В частности, речь идет о значительной и очень активной роли русской православной церкви, аналогичную степень влияния мы встретили, пожалуй, только в Смоленской области. А также в поддержке губернаторов создания условий для развития малого бизнеса. Потому что в других регионах малый бизнес фактически был лишен значительного числа своих возможностей, которые были связаны как раз с отсутствием четкой законодательной базы и с отсутствием сложившихся рынков. Когда можно было маневрировать, тем или иным образом решать вопросы и в крайнем случае сменить бизнес. Тем не менее на территории Белгородской области функционирует фонд поддержки малого предпринимательства, и фактически он является главной действенной структурой, которая занимается предстоятельством интересов бизнеса. Другой интересный регион — это Владимирская область. Несмотря на свой значительный потенциал, близость к Москве, развитость железнодорожной сети, историческая развитость, когда практически каждый район Александр имел свое производство и свою специализацию ОПК. Несмотря на все это, Владимирская область сейчас переживает не лучшие времена. Интересно также, что, как известно, губернатор области считается одним из последних красных губернаторов, так называемых. Важно отметить то, что, в отличие от всех других областей, членство Единой России не является для бизнесмена безусловным ресурсом, который он может легко и просто реализовать. Реально мы наблюдаем противостояние как на уровне областного законодательного собрания, так и на уровне областной администрации. Кроме того, интересно, что Владимирская область предоставила нам пример нерочительного отношения власти к собственному бизнесу, когда привлечение иностранного инвестора достаточно сильно вдавило по интересам собственных производителей. То есть привлечение турецкого инвестора в стекольную промышленность региона обернулось на потери рабочих мест и осложнением социальных проблем, чего в других регионах, как правило, мы не отмечаем. Вообще говоря, приступая к исследованию, мы ожидали, что эксперты будут высоко оценивать участие иностранных инвесторов в лоббистской деятельности, но мы ошибались, и большинство экспертов отмечает, что инвесторы иностранных капитал предпочитают делать бизнес, максимально следовать двух законах, и не пытаются вмешиваться в дела политические, не пытаются участвовать в лоббистской деятельности, по крайней мере на региональном уровне. Другой интересный регион — это Ивановская область. Как уже отмечал Евгений, будущая ассоциация неоднозначна, и оценка бизнес-ассоциаций неоднозначна. Дело в том, что в Ивановской области, как многие знают, преобладающая отраслью промышленности является текстильной. Так вот, несмотря на все попытки и несмотря на достаточно сложное, кстати говоря, положение отрасли, предприниматели не смогли объединиться, не смогли создать действенную отраслевую структуру. То есть в Иваново мы нашли пример того, как собственные интересы мешают предпринимателям эффективно объединяться, и пример того, что отраслевые лоббистские объединения предпринимателей могут оказаться неженеспособными из-за собственных амбиций их щелять. Кстати говоря, это ослабляет и индивидуальную позицию каждого из них, потому что в итоге этой недоговоренности в местном изгонодательном собрании значительно увеличилось число машинстроителей, это также важная отрасль, и представителей других отраслей. Возвращаясь к личностному фактору, к личности губернатора, Костромская область предоставила вам также достаточно интересный материал при предыдущем губернаторе Шевшинове Викторе Андреевиче. Там сложилась очень своеобразная модель, когда в небогатом регионе сосуществовал целый ряд достаточно сильных на местном уровне холдингов, и губернатор все время пребывал на схватке, то есть соблюдая некий баланс, не вмешиваясь, не принимая чьей-либо стороны. Виктор Андреевич создал такую систему, когда тем не менее все находилось в неком равновесии, и может быть даже это было хорошо, потому что больше стимулов было у предпринимателей конкурировать и развиваться. Тем не менее вот этот вот консенсус, он давался нелегко, и в основном это были опять-таки коридорные связи, потому что действий на бизнес-ассоциации не было. Костромской регион один из тех, в которых и благотворительность, и создание бизнес-ассоциаций это всегда действия в интересах определенного человека. То есть человек сажает цветы в кулку до тех пор, пока его показывают камеры. Ну и так далее. Также в этом регионе заставили достаточно целостный пример противостояния торговых ходуков. Когда образование торговых ходуков служило консолидацией вокруг них некоторых группировок предпринимателей, то есть условно говоря тех, кто на первой волне вступил в Единую Россию и значительно укрепил свои позиции таким образом, и тех, кто впоследствии был вынужден применять к другим партиям, в частности к партии пенсионеров, и уже на этой волне избираться в городское законодательное собрание областное и там вновь предъявлять свои интересы. То есть мы здесь видим целостный прием, когда и бизнес, и политика дают таких антагонистов, противников очень последовательно. Очень интересный пример Рязанской области, потому что там мы столкнулись с действительно сильной позицией личного руководителя торгово-промышленной палаты, который, не являясь членом полипартии, не претендуя на участие в политике таковой, тем не менее активно продвигал интересы бизнеса, и даже наступал с инициативами, к которым впоследствии вынуждены были присоединяться другие предприниматели и другие политические силы, в том числе крупные местные политики. Смоленская область является муниципальным регионом. Для начала можно отметить то, что Смоленская область – один из регионов, который испытывает сильное влияние на московскую капиталу, и вообще сильное влияние на Москву, в том плане, что и трудовые ресурсы перетекают в московский регион, и в отношении представителей интересов бизнеса это также накладывает свой отпечаток, все больше московских денег вкладывается в строительство, и, соответственно, идет вытеснение столкновения с местными предпринимателями. Но еще интереснее то, что в Смоленской области есть развитая практика общественного лоббизма, то есть когда общественность объединяется, чтобы отстоять какие-то общие интересы. Например, в середине 90-х была ситуация, когда существовала практика незаконного усыновления детей, и детей просто десятками вывозили, нескольких десятков фирм существовало. Именно от общественности пошел импульс, который был подхвачен церковью, какими-то организациями, средствами массовой информации и уже впоследствии политиками и бизнесом, что завершилось принятием закона и урегулированием вот этой вот очень неоднозначной и простой проблемой. Кроме того, как я уже упоминал, Смоленская область важна для нас с точки зрения лоббизма. Русской православной церкви. Витрополит Кирилл очень плотно общается с областной администрацией. Смоленская область была своего рода пилотным проектом в разработке и внедрении курса ОПК основ православной культуры. В заключении о Ярославской области мы заставили модель губернатора Лисицына Анатолия Ивановича. Ярославская область явилась одним из немногих регионов ЦИФЛО, в котором взаимодействие бизнеса и власти тесно выстроено и обирается на целый ряд ассоциаций, в том числе ассоциаций независимых, возникших снизу, которые также конструктивно участвуют в диалоге. Важным моментом было создание экономического совета Ярославской области, в который входили директора крупнейших предприятий и непосредственно работали с губернатором, консультировали его по приятию законов и тех или иных решений. Из числа независимых ассоциаций можно назвать движение предпринимателей налогоплательщиков в области. Возникшее по поводу какой-то определенной ситуации, оно впоследствии получило постоянный характер и также участвовало в постоянстве интересов. Так или иначе, возвращаясь к проблеме личности, мы на примере Ярославской области можем видеть, что авторитеты влияния губернатора и его сильных позиций нисколько не помешали выстраиванию конструктивного диалога и наоборот, конструктивного диалога бизнеса и власти. Наоборот, именно благодаря настрою позиции Актурия Ивановича, мы можем свидетельствовать, что Ярославская область является новатором в ЦФО по разработанности, по цивилизованности и эффективности диалога бизнеса и власти. И, наконец, итоги исследований в целом. Как уже говорил Евгений, одной из целей было определение гостингового потенциала лоббистской деятельности. В этом смысле следует отметить, что большая часть людей и даже ряд респондентов ассоциируют лоббизм с коррупцией, во-первых. И самое главное, самое принципиальное для нас возражение, непринимаемое на этой тезис, это то, что лоббизм – нездоровое явление, которое мешает рыночной конкуренции и которое должно быть устранено. На самом деле, все-таки большинство экспертов сходится в том, что лоббизм – это норма жизни, в том числе в странах с развитой рыночной экономикой цикл. Это распространенная практика вообще в человеческом обществе, имеющая древнюю историю. И это объективная данность, с которой следует мириться и которая, безусловно, присутствует в России. Тем не менее, говоря о дальнейших путях развития, респонденты видели разные пути возможности прихода цивилизованной модели. В общем-то, конечно, как бы сказал Евгений, большим шагом в этом направлении должно стать принятие закона. Но, поскольку это достаточно маловероятный прогноз, есть два основных направления, которые придерживались эксперты в своих оценках. Первое связано с тем, что становление цивилизованной модели отношения бизнеса и власти будет связано с развитием ассоциаций. Но, как мы уже сказали, ассоциации, к сожалению, сталкиваются с собственными сложностями. В частности, с тем, что нередко влияние в них узурпируется отдельным предпринимателем, когда он по себе создает эту структуру или приходит в нее и захватывает влияние. А также с тем, что нередко конкурентам сложно искать точки взаимодействия, точки соглашения. Тем не менее, есть достаточно большая группа экспертов, которые утверждают, что уже сейчас ассоциации сыграли значительную роль в развитии цивилизованного лоббизма, поскольку уже сложилась практика представления, консультации, оценки, экспертизы каких-то программ и решений, которые принимаются на местном уровне. Слово можно сказать, что ассоциация уже сейчас является главным актором, который способствует развитию цивилизованных моделей лоббизма. Второй путь, который предусматривали наши респонденты, это восстановление правопорядка сверху. То есть имеется в виду, что с 2000-х годов значительно укрепилась вертикаль власти, значительно укрепился правопорядок, и появление более жестких рамок способствовало тому, чтобы бизнес более активно искал именно цивилизованные пути продвижения своих интересов. Интересно, что в числе второго варианта, то есть у помоющих государств, особо много представителей экспертного сообщества, журналистов, местных политологов и так далее. Также мы пришли к выводу, что лоббистская деятельность может служить своего рода показателем эффективности управления в регионе. Это проявляется в двух аспектах. Во-первых, губернатор как ответственное лицо в системе государственной службы не имеет права рассматривать интересы бизнеса как свои собственные, когда мы говорим о внутрирегиональном уровне. То есть губернатор не должен отождествлять свои интересы, интересы какой-либо, например, финансово-промышленной группы или полки холдинга. Но тем не менее очевидно, что когда мы переходим на следующий уровень, на межрегиональный, губернатор напротив вынужден лоббировать интересы своих предпринимателей, чтобы они могли развиваться, чтобы они выходили на новые рынки, обеспечивать новые рабочие места и так далее. И в связи с этим эксперты сходятся во мнении, что хороший губернатор — это хороший лоббист, в первую очередь. Также следует отметить, что именно личные связи и влияние, и харизма руководителя областной администрации определяют то, каким образом будут выстраиваться его отношения с федеральным центром, и какие средства, конечно, получат область. То есть это тоже такой лоббийский аспект. Второй момент заключается в том, что предприниматель нередко является более профессиональным управленцем, чем чиновник в областной администрации. Поскольку чиновник исходит из интересов государственных, не с того, как средства следует распределять, в то время как предприниматель — это человек, который на собственном риске, на собственном опыте овладел какими-то менеджерскими технологиями, научился зарабатывать деньги. То есть это, возможно, более профессиональный менеджер. Подобное различие между чиновником и бизнесменом создает постоянную напряженность по поводу того, как оптимальным образом решать те или иные вопросы. И путем снятия этой напряженности как раз является взаимной консультацией бизнеса и власти, и те экспертизы, те советы и консультации, которые предоставляются региональным ассоциациям. Ну и наконец, если отсенить межрегиональный срез, можно представить такую модель, что на низовом уровне мы находим регионы, где и бизнес, и где бизнес одних регионов конкурирует с другими влиятельными игроками. Эти регионы борются за следствием федерального бюджета. То есть, соответственно, федеральный бюджет — это во многом такой верхний уровень, который принимает решения, который разным родом инструментами может способствовать развитию регионов. И на промежуточном уровне существует такой самостоятельный регион, как Москва. То есть, московские игроки, московский крупный капитан, который готов, в отличие от местной бизнес-элиты, вкладывает длинные деньги в дорогостоящие проекты, который готов за счет большего опыта и большего числа денег опять-таки реализовывать более сложные, более качественные проекты и так далее. Тем не менее, очевидно, что и переход московских инвесторов нередко оборачивается. для местного бизнес-сообщества значительные потери. В целом, следует заключить, что, на наш взгляд, проведенная работа позволяет сформировать полное целостное представление в институте лоббизма в регионах ЦФОА. И надеемся, что эта работа будет полезна представителям академической среды, и чиновникам, депутатам, специалистам о связи с органами государственной власти, и другим лицам, которые интересуются на данной программе ЦФОА. Я думаю, это исследование непременно будет полезным представителям научной среды и представителям региональных администраций. Спасибо, Роман, за интересные кейсы. Я, честно говоря, испытываю, как исследователь некоторую зависть в вашей работе. Конечно, получить такой опыт и общение и с экспертами, и с чиновниками на региональном уровне ЦФОА, я думаю, это будет крайне полезно. Сейчас тогда мы переходим к вопросам. У меня единственная просьба, как идет съемка, Пожалуйста, представляться. Съемку, которую мы выложим на сайт «Плогий круг» в течение ближайшего времени, можно будет представлять, конечно, и только здесь присутствующим многим другим коллегам по регионам. Пожалуйста, вопросы к Роману. Вы возле коллеги, какие-то... Представляться и мирное отчество. И должность представления организатора. То есть их много. Я, как я смотрел, просто Ладогин Александр Владимирович, тут должность не имеет значения. Я просто хотел немножко уточнить. Вот Вы подвергли исследованию все-таки только региональный уровень в том, что лоббизм к губернаторам или губернаторов совместно с бизнесом к институтам власти? Ну, самих губернаторов, допустим, губернаторы или тоже могут быть лоббистами? Так вот, я хотел просто уточнить, только регионы, то есть имеется в виду бизнес, внутри региона лоббируют какие-то определенные проекты к губернаторам. Вот это был бы лоббизм, или исследование, или как? Совершенно верно, то есть надо понимать, отличать региональный лоббизм от лоббизма в регионах. Мы сейчас говорим о лоббизме в регионах, предмет регионального лоббизма совершенно другой. Тогда вопрос, а вот как-то анализировались сами проекты, которые подверглись лоббизму губернатору? Я так понимаю, это не вопрос. Нет, это вопрос, я не знаю, кому. Ну, сами вообще, сами проекты вы рассматривали или просто смотрели механизм? На самом деле, да, вы правильно говорите, мы смотрели сам механизм, сами коммуникации анализировали. Проекты не смотрели? Конкретно проектами мы не занимались. У нас стояли просто другие задачи. Понятно. Тогда третьего вопроса не будет. Вадим, при помощи экономики Ивановича Лисицына, бывший депутат, ныне депутат Снудома. Скажите, пожалуйста, Вы говорили об отсутствии закона о лоббизме федеральном. На уровне закона собраний где-нибудь были какие-нибудь попытки принять местный закон о лоббизме? Спасибо. Да, были попытки принять закон о лоббизме в Москве и в Петербурге, и в ряде регионов, насколько я помню, в Иркутской области подсказывают, как такового закона нет, но есть главы, посвященные в других законодательных актах, которые посвящены как раз регулированию лоббизской деятельности именно на уровне регионов. В начале 90-х годов в Иркутской области был принят такой правоакт, то есть это отдельная глава, действительно, каким образом общество, власть может воздействовать на уровне государственной власти. Вы знаете, на федеральном уровне было две попытки принятия такого закона, но, к сожалению, они вернулись в неудачи. В дальнейшем мы исключаем, например, на федеральном уровне возможности выявления такого закона. Если говорить на региональном уровне, то можно сделать аналогичный выход. Конечно, то, что эти законы заявились в начале 90-х, как раз характеризует это время, а в дальнейшем эта дискуссия сходит на нет. Добрый вечер, Карина Акупенко, управляющая компанией «Ахматовка». Я хотела уточнить, данное исследование проводилось для каких-то целей или просто оно было чисто академическим? И второй вопрос, если оно проводилось чисто в академических интересах, возможно ли использовать методы и выявленные результаты для того, чтобы продвигать проекты, связанные с новыми проектами, в частности инновационными, инновационными, венчевыми, новыми технологиями для продвижения региона, в силу того, что, как правило, такие проекты и технологии, и продукты, которые производятся, встречают сопротивление со стороны старых структур. В частности, я хочу сказать, что есть понимание, допустим, что можно полностью решить проблему ЖК-ХАТИ по сообщению путем крышных котелин и так далее. Допустим, можно ли было бы в регионах, на ваш взгляд, централизованную энергетику поменять на более прогрессивную на основе новых альтернативных форм и так далее? Допустим, мы проводили исследование в том числе и чисто из академического интереса, но вместе с тем это исследование было направлено и на популяризацию лоббизма как эффективного, цивилизованного и легального института взаимодействия бизнеса и власти, представительства интереса. Роман уже говорил о том, что материалы данного исследования могут удовлетворить интересы достаточно большого круга лиц, в том числе и экономическая среда, политики, чиновники, бизнес и так далее. Соответственно, я думаю, что наша характеристика в области именно по специфике продвижения регионов ЦИФО, который Роман Виктор Перечлял, в принципе, может способствовать как раз тому, о чем мы говорили в том вопросе, именно использование моделей продвижения каких-то новых инновационных продуктов в регионах. Мне кажется, Евгений, что это исследование, помимо, скажем так, научного интереса, оно имеет и достаточно явное прикладное значение. То есть для компаний, которые собираются открыть свои представительства, выйти в регионы ЦИФО, это как уникальная характеристика, именно аналитика, именно каким образом там устраиваются отношения, какие технологии используются. Я вижу тут достаточно понятное прикладное значение.